Система дистанционного минирования США С середины 70-х годов инженеры армии США использовали систему дистанционного минирования Это изделие имело высокие характеристики, но было большим, тяжелым и неудобным. Для дополнения такой системы разработали более компактное изделие аналогичного назначения Как и предшественник, оно должно было устанавливать на местности мины семейства Общий вид изделия Компактная установка Очередной этап работ по развитию систем минирования под беоприпасы линейки Семейство разбрасываемых минуты стартовал во второй половине 80-х годов. Существующая установка М-128 Весила несколько тонн и нуждалась в машине тягачи, хотя и могла за один проход организовать минное поле размером 1000х60М В Пентагоне подсчитали необходимым создать новую систему минирования, пригодную для установки на любую армейскую технику Этот образец позже получил индекс М-138 И название Струбцину предлагалось ставить прямо на борт кузова автомобиля-носителя Габариты и прочность струбцины определили с учетом отдачи при стрельбе На опоре имелись шарнирное основание для пускового устройства и блок управления стрельбой Собственно пусковое устройство флиппера представляет собой многоствольную систему калибром около 130 мм В рабочем положении в стволы устройства помещаются кассеты с минами Противопехотная мина Система М-138 Как в боевом, так и в транспортном положении имеет минимальные габариты Ее высота не превышает 1 метр Ширина не более 600-700 мм Масса без боекомплекта 110 фунтов 50 кг Фиксированный угол возвышения позволяет отправлять мины на расстояние 35 метров Скорострельность зависит от режима работы Боекомплект Система дистанционного минирования М-138 Осуществляет запуск боеприпасов с применением специальных кассет Мины разных типов по 5 штук укладываются в металлический цилиндрический корпус Между ними по типу так называемой римской свечи помещаются маломощные метательные заряды Воспламенение зарядов осуществляется электрическим импульсом Кассета в сборе представляет собой металлический стакан диаметром около 130 мм Длиной менее 450 мм с герметичной крышкой На борту кассеты имеются контакты для системы управления стрельбой Изделие Флиппо предназначалось для установки противопехотных минуты М-74 И противотанковых М-75 Из состава семейства Фоскэм Обе мины имели схожие цилиндрические корпуса диаметром около 125 мм высотой около 60 мм Масса противопехотной мины 1,41 кг, в том числе 410 г взрывчатого вещества В качестве датчика в цели М-74 Использовала 8 капроновых нитей Мина обеспечивала поражение целей в радиусе 4,6 метров с разлетом осколков до 25-30 метров Противотанковая М-75 Весила 1,7 кг и несла 585 г кумулятивный заряд с воронками на обоих торцах За счет чего бронеобъект поражается вне зависимости от положения мины на грунте Противотанковая мина М-75 Перед минированием выполняется разметка будущего заграждения По оси минного поля откладываются отрезки по 35 метров и делаются отметки Затем машина с флиппером должна выходить на первую точку Расчет помещает кассеты в пусковое устройство и начинает стрельбу Для минирования на требуемую глубину саперы должны поочередно отстреливать кассеты Перед каждым выстрелом разворачивая пусковую установку на угол 15-20 град Отстрел начинается с максимальным поворотом стволов в одну сторону и завершается с максимальным углом в другом направлении Отстрел нескольких кассет с одной точки позволяет уложить мины дугой или полукругом Ось симметрии которой параллельна фронту Далее машина-носитель проходит еще 35 метров Выполняется перезарядка и осуществляется отстрел второй порции мин По этой методике боеприпасами засеивается участок необходимых размеров Дальность выстрела миной М-74 или М-75 составляет 35 метров Таким образом, поворачивая пусковую установку М-138 в крайнее положение, можно организовать заграждение глубиной до 70 метров В результате нескольких стрельб с разных точек мины ложатся изогнутыми линиями и перекрывают весь фронт Длина такого минно-взрывного заграждения зависит от расхода кассет слэш минуты и длительности работы саперов После установки минуты на заданном участке расчет должен отключить пусковую установку от систем машины-носителя и снять ее с борта Компактная складная конструкция позволяет перевозить М-138 Любым доступным транспортом, в том числе носителем, выполнившим минирование Применение средств минирования согласно уставу FM-2032 Система М-138 может применяться на любом сухопутном участке Система М-138 рассматривалась в качестве легкого и удобного средства для быстрой установки минно-взрывных заграждений на опасных участках Размещение установки на автомобиле или бронемашине позволяет саперам быстро выйти в район установки минуты и выполнить минирование Установка боеприпасов может осуществляться как заранее, так и на пути противника Впрочем, работа у переднего края затруднена из-за невысокой скорости минирования и сложности с обеспечением защиты экипажа Это мобильная прицепная система минирования М-128 GEMS Впоследствии такое дополнение стало заменой Ввиду не вполне удовлетворительных характеристик изделия GEMS Было снято с вооружения в середине 90-х годов Его задачи были распределены между другими системами По известным данным, армия США до сих пор продолжает эксплуатацию некоторого количества изделий Вместе с ними на вооружении состоят другие системы дистанционного минирования, в том числе предназначенные для использования минуты линейки Наличие нескольких разных средств минирования, использующих унифицированные боеприпасы, обеспечивает гибкость применения взрывных заграждений и позволяет применять оружие, наиболее соответствующие текущим требованиям Вместе с системами М-138 Мины Устанавливают орудия со специальными артиллерийскими снарядами, модульные устройства Самоходные и авиационные установки А также авиационные кассеты Как долго будет оставаться в эксплуатации система? Неясно Она имеет ограниченные характеристики, но дает инженерным подразделениям нужные возможности и успешно решает свои задачи, что позволяет ей продолжать службу Продолжение следует... Продолжение следует...